У вас тоже ощущение дежавю, все прозаичнее. Эта технология и совсем невысокая. Вот так цинично и задорого по миру штампуют новые горячие точки. А вдруг полыхнет до небес. И когда их ткнули лицом вправду, они снова пустили пену. Таков мир на грани, у черты на изломе. Как выстоять, быть может, взявшись за руки? Я Игорь Поздняк вместе на финише еще одной мартовской недели. И вот ее контур. Жесткое приземление террориста. Я работал с СБУ. Он рассказал все. Вызов принят. У нас нервы крепкие. Мы знаем, что нужно делать. Новые подробности громкой истории. Все тайное становится явным. Но кому такая правда глаза режет? Правды мы не узнаем никогда. Кто зажег грузинский костер? Также у нас давление 24 на 7. Как санкции делают их сильнее? Это тоже хорошая возможность. Иран далеко, но близко. Громкое возвращение. Песня года. Здесь зажигают звезды. Вы тоже заметили, что география наших контур в последнее время заметно расширилась. И дело не только в событиях, которые эхом раздаются по всему миру, о них сегодня, скажем, немало, но и в широте наших интересов на карте планеты. И вот еще одна страна, где уверенно говорят, это взаимно. Иран, который живет по своему особому календарю, где буквально через неделю встретят новый 1402 год. Хороший повод перевернуть еще одну страницу в отношениях Минска и Тегерана. Тем более, что прочная политическая почва для этого есть. Сегодня начинается официальный визит в Иран. Александр Лукашенко завтра белорусский лидер проведет переговоры с президентом Абрахимом Рейси. Тем, где Минск и Тегеран видят взаимную выгоду, немало. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика, масштаб переговоров на высшем уровне. В понедельник лидеры пообщаются и в узком составе, и с участием делегации. Наш президент обозначил недавно на встрече с главой иранской депрессии в Беларуси. Мы обсудим существенные вопросы наших отношений. Абсолютно убежден, что это будет значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут на нас на более высокий уровень сотрудничества. Но главное, мы не должны потерять вот этот момент и это время, чтобы наладить наши отношения на более высоком уровне. Момент для Минска и Тегерана действительно подходящий. Еще в Самарканде на полях сентябрьского саммита ШОС два лидера условились провести ревизию отношений. Вот время сверить часы, в том числе и по отношению к мировым событиям. Кроме того, завтра Александр Лукашенко встретится с первым вице-президентом, главой собрания Исламского совета и верховным лидером Ирана. А еще в Тегеране подпишут дорожную карту всестороннего сотрудничества. И это еще одно подтверждение того, что нам по пути. Что две страны готовы рассмотреть в этом окне возможностей? Вопрос адресую к главе белорусской депмиссии в Иране Дмитрию Кольцову. Тегеран на связи. Добрый вечер. Беларусь и Иран – давние партнеры и друзья. Совсем скоро мы отметим 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. К этой дате обе страны подошли хорошо подготовленными. Уже отреагировал барометр товарооборота между нашими странами, который с 2021 года демонстрирует постоянно растущую положительную динамику. Оживление взаимной торговли способствует совершенствованию транспортно-логистической инфраструктуры международного транспортного коридора «Север-Юг». Вовлеченные организации двух стран вырабатывают оптимальные пути и условия доставки грузов. Заметен прогресс в установлении прямого авиасообщения между столицами наших стран. Беларусью обеспечены все условия для начала прямого авиасообщения. Думаю, что прямой рейс станет мощным фактором для расширения торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Ираном. Конечно, большое видится на расстоянии. Эффект этого визита в Иран еще предстоит оценить. Но то, что очевидно уже сейчас, двери для Минска открывают широко в самых разных частях мира, который вовсе не замыкается контурами коллективного Запада. Такие говорящие кадры недавнего государственного визита белорусского лидера в Пекин. Как говорится, почувствуйте разницу. Тем самым Китай подтвердил свой статус не только надежного и предсказуемого партнера, но и мировой площадки, где могут слушать, слышать и договариваться. Как это сделали Эрвият и Тегеран. Опыт Ирана в новейшей истории мира уникален и этим ценен для нас. Вот уже более 40 лет страна живет в условиях жесткого санкционного давления. Но экономическая блокада со стороны тех, кто называет себя коллективным Западом, не просто не убила хозяйство, а открыла колоссальные возможности для развития целых отраслей. Это ведь то, о чем не раз говорил и наш президент. В условиях тотальных внешних ограничений Иран удерживает высокие мировые позиции. Например, входит в топ-5 по уровню развития нанотехнологий. Или вот еще говорящий факт, за последние 15 лет население страны выросло на 15 миллионов человек. Так что те, кто задумывал душить их рестрикциями, не на тех напали. Впрочем, об этом расскажут сами иранцы из числа тех, кто сейчас живет в Беларуси. Антисанкционный лайфхак. В репортаже Андрея Александрова. Уже 4 года в Беларуси полжизни разводят молочных коров. В поиске нового опыта. Али Реза приехал в Борисовский район. Хорошие земли, погода и возможность зарабатывать. Инвесторы подсказали. Беларусь идеальна для аграрного бизнеса. Так взошла компания по имени Солнце. Именно так переводится «Автаб». Планы масштабные. На очереди новый цех. Работать и еще раз работать, тогда и санкции будут нипочем. Али Реза знает, о чем говорит. Иран под экономическим прессингом. Несколько десятилетий. Но попытки Запада разрушить экономику страны делают ее лишь сильнее. Это тоже хорошая возможность. Потому что, ну, просто надо поддерживать и работать. В Иране есть санкции. Уже Россия начинается. В Беларуси. В другой стране. Но это хорошая возможность, чтобы этой стране дружить. Потом, конечно, будет легко. Санкции помогают, чтобы вы будете больше самостоятельно. Производить свое и выстраивать отношения с теми, кто хочет работать на равных. Каждая страна в праве выбирать свой путь. Но за это право приходится бороться. Ведь Запад не перестает диктовать свои условия всему миру. Вы должны слышать, что я хочу. Вы должны делать, что я хочу. Это ненормально. Что мы были 20 лет назад, мы все покупали. А сейчас у нас есть такой опыт, чтобы делаем, делаем и делаем. У вас есть хорошее сельское хозяйство, у вас есть много корма. Вы можете это продать. У нас есть нефть, у нас есть энергия. Но чтобы вам надо, конечно, это будет хорошее отношение. В Иране есть хорошее лекарство. У вас тоже есть. Мы можем помогать друг другу. Есть, что предложить и чему поучиться. Реза на последнем курсе белорусского медуниверситета. В этих стенах получили образование целые династии врачей из Ирана. За нашим дипломом едут тысячами, но студенты столкнулись со сложностью. В 2017 году, говорит Реза, по версии некого американского журнала, наш вуз не вошел в мировой топ. И по возвращению надо подтверждать квалификацию. Те, кто учится здесь, справятся с этим без проблем. Дело в другом. Мы противостоим Западу. Запад, который пользует все свои имущества как оружие. У них не является оружием только бомбой и ракетой. Они смотрят как оружие. Лекарство для онкологических болезней. Я не выдержал это слово. Ни одна страна не довольна, что против него были санкции. Но с умным управлением это стать как возможность, чтобы страна научит стоять на своих ногах. Иран не изолирован от всего мира и развивается по многим направлениям, рассуждает Реза. Настроенных против его страны все меньше и куда больше тех, кто устал от влияния США. Но пока не готовы дать отпор Западу, как Беларусь и Россия. Многим увязшим в долларовой системе собственное мнение может дорого обойтись. Мировые системы финансовые, они под контроль Америки, под доллар, только можно покупать и продавать. Пока еще эти страны, которые стоят против Америки, еще не создали свои финансовые системы. Поэтому даже многие дружебные страны, они не могут себе позволять, чтобы открыто работать с Ираном. Потому что санкции у них тоже так плохо влияют. Кто много лет назад заставлял Иран продавать нефть задешево? Запад утверждает Яхья. За отказ власть свергли, страну погрузили в хаос. Было непросто, но порядок восстановили. И жить по-другому научились и зарабатывать. Иранский бизнесмен исколесил полмира. Запала в душу Беларусь. Работает здесь уже 12 лет. Беларусь, лето, лето Беларусь, похоже, рай. Много, мой твист, если Беларусь видит, лето, сказали, рай и здесь красивое место. И здесь хороший закон. Люди согласны с законом, понимаете? И чистый, очень хороший, чистый. Я бизнесмен, я не могу без работы жить. Это мой характер. Я хочу всегда работать. И тяжело работать. Вот так мой характер. По-другому не выстоять. Все, что не контролирует Запад, он пытается либо подчинить, либо уничтожить. Типичные капиталисты, говорит Яхья. Под это заточены западные медиа, киностудии, социальные сети. Все, что помогает манипулировать миллионами. Капитализм вот так. Капитализм – рак на мир. Капитализм хочет прибил, хочет деньги. Откуда деньги? Америка – 350 миллионов человек. Больше нет, понимаете? Он хочет из мира забирать, понимаете? Нафта дешевый забирает, понимаете? Металл забирает. Мет – вот, вот, вот. Но когда будет капитализм, до когда вот такие будут, Беларусь – проблем есть, Россия – проблем есть, Иран – проблем есть, Фессион – мир – проблем есть. Война начинает капитализм, понимаете? Две что? Две продали оружие. Потому что он всегда думает, я хозяин мира. Мы хотим демократии. Какая демократия? Как быть дальше? Нужно слушать и слышать, говорить и договариваться. Запад свой шанс упустил. Им предлагали неоднократно. Теперь говорить будут те страны, которые выбирают свою дорогу. В мире немало государств, нацеленных на мир, независимость, взаимоуважение и отношения на равных. Как минимум, еще на один полюс силы наберется. Андрей Александров, Виталий Мотин, Алексей Шаплов, Контуры. Но сейчас самое громкое событие недели, которое иначе как блокбастером не назовешь. В предпраздничный вторник информационные ленты запестрели молниями о том, что в Беларуси задержан террорист, который 26 февраля устроил диверсию с помощью дронов на аэродроме Мочулищи. Но с этого момента до визита наших силовиков его укрытие под Минском прошло чуть меньше недели. Подробность этой операции рассказал лично президент, вручая награды тем, кто ее блестяще провел. Итак, Николай Швец, украинский националист, забербованный СБУ. Его первые слова после задержания будут «Я все скажу». И рассказал, как нить этой преступной истории ведут в Киев, кто им руководил буквально на каждом шагу, с кем держал связь и почему провалил задание. Ожидаемое не обошлось без беглых и пособников, которые помогали здесь. Объектом террористической атаки стал самолет А-50, который называют «глазами воздушных сил России». Он дислоцируется на белорусском военном аэродроме в Мочулищах. Именно здесь, тем февральским утром, террорист пытается повредить воздушное судно с помощью двух дронов и прикрепленной к ним взрывчатки. Но ее мощность, конечно же, несоизмерима с весом гигантской махины. Дальше пытаясь сбежать из Беларуси, террорист лишь отдаляет себя от этой возможности, а наши силовики быстро и профессионально распутывают весь преступный клубок. Игорь Тур, как это было? Инцидент в Мочулищах в любом случае квалифицировался бы именно как теракт, даже несмотря на то, что объект нападения самолет-разведчик А-50 не пострадал и спокойно выполнял боевые задачи. Что произошло, уже в деталях знают, кажется, все. А на вопросы, кто виноват и что делать, есть резон отвечать, четко разделяя причастных к теракту лиц. Фамилия, имя, отчество? Бедно попытался выполнить задачу, безуспешно скрывался, успешно задержан. Теперь давайте по порядку. Швеция нашел некий гражданин, сказал про СБУ, назвался Александром, а в спецслужбах экс-СССР вообще исторически принято всегда представляться Александром или Сан Санычем. Удостоверение не показывал, с кем реально был на связи швец, он сам понятия не имеет. Хотя швецу, конечно, сказали, что он завербован, что он настоящий агент и диверсант, даже агентурное имя присвоили, что, скорее всего, только на словах. По факту, обычному маргиналу, правда, чуть обученному и идейно заряженному, поставили вроде важную задачу. Получится? Хорошо? Нет? Спецслужбы Украины ничего не теряют. У нас цель ДРЛО, в котором находится Беларусь. Есть две большие разницы. Работа профессионала-диверсанта и набор вот таких мамкиных террористов. Профессионалами в Беларуси никто рисковать не будет, потому что найдут и обезвредят, попутно вытащив всю информацию на допросе. Поэтому Киев работает как раз по терроризму, когда за грязную работу берутся гражданские, потому что их не жалко. Вычислили швеца быстро, потому что он постоянно болтал по телефону со своим контактным. Профессионалы бы точно так не делали. Со временем пребывания в республике Беларусь вы постоянно с ним были на связи? Каждый день. Каждый день. Для исключения последних пяти. Вы, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами нашей страны и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. И вообще гражданский террорист, несмотря на то, что смог доставить дроны к самолету, категорически косячный. Границу с Беларусью перейти не смог, обозначив, что у него есть украинский паспорт, хотя инструкция это говорить ему запрещала. Дрон мог собрать только с пошаговой инструкцией, с первого раза долететь до цели не смог, а когда смог, то испугался и убегая потерял рюкзак. И самое очевидное, что это за разведчик-диверсант, рассказавший все сразу после задержания. Подозреваемый в совершении физического акта был нами установлен в тот же день, 26 февраля, и совместно с органами внутренних дел мы организовали комплекс неотложных оперативно-восклифтных мероприятий. Вторая категория причастных это как раз украинские спецслужбы, которые все чаще переходят на методологию работы с гражданскими. С одними методами вербовки, других играют вслепую. Вообще в спецслужбах это моветон и считается низким, потому что вероятность того, что такие диверсанты будут или задержаны, или ликвидированы, стремится к стопроцентной. А делать из гражданских расходный материал нехорошо. Но от славных общих традиций времен СССР Киев уже отошел. Им ближе западные методы, где потери гражданского населения это норма. Третья категория адепты гражданских войн из Польши и Литвы. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб республики Польша. Из числа так называемых беглых белорусов, переверженцев, насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года. Те, кто организовывал бунты и погромы в 2020-м, ничем не рисковали. Ведь делали это не своими руками и резиновой палкой по попе конкретно организаторы не получали. Они не теряли рабочих мест. Когда призывали к забастовкам, не получали сроки. Когда призывали к терактам на железной дороге, не они делали коктейли молотова, они лишь говорили, что делать. И когда их интересы сошлись с украинскими спецслужбами, беглые тоже, ничем не рискуя, помогали дистанционно, контактами, информацией, оборудованием. Команды шли от СБУ беглым за границей, в данном случае Польша. Оттуда они связывались с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться, притом и на начальном и конечном этапе нашей операции. Переходим на наших внутри страны про так называемые спящие ячейки. Одно дело, политические взгляды. Допускается некое мнение по событиям августа 20-го. Одни что-то говорят, другие что-то пишут в интернете. Там тоже находится состав преступлений, но все же это другое. А здесь в Беларуси находились те, кто осознанно помогал Швецию, зная, зачем он в Беларуси, кем курируется, какая у него цель и как называется статья за это действие. Вскрытая и ликвидирована агентурная сеть из числа граждан Республики Беларусь, принимавших участие в обеспечении деятельности агента-террориста, его легализации на территории Республики Беларусь и неудачной попытки эвакуации. Задержано более 20 лиц, в том числе непосредственный исполнитель. Но искренне жаль тех, и это пятая категория, кого СБУ и беглое использовали вслепую. Друзья детства, а то и родственники просто просили помочь знакомому, которым и был швец. Кто-то подвез, другой помог с телефоном и так далее. То, что речь идет о соучастии терроризму, такие люди узнали лишь после вежливого стука в дверь от алмаза. От них родным и близким, но беглым пламенный привет. Что она делала? За что ты так сделала? Так можно делать. Я тебя ждала столько времени, три года ждала тебя, чтобы ты в гости ко мне приехала. Свинья ты. И категория вечно хайпующих террористов. Так, в общем-то, в их сфере и принято. Не так важно, кто совершил теракт. Главное первым публично взять на себя ответственность. Ведь это хайп, реклама и в конечном счете деньги. Все эти организации, типа Байпол, это калека плюс еще один калека. Добросское название с логотипом. Из-за таких сидят сейчас многие. Но балаболы террористы, к удивлению, порой находят еще сторонников. Как и последняя, седьмая категория причастных, оппо-СМИ и блогеры, которые что угодно разгоняют до абсолюта. И вот царапина на самолете превращается в его уничтожение. Все ради хайпа, просмотров, рекламы и, опять же, денег. Основа же всего человеческий страх. А страх это главный инструмент терроризма. Ну и не в забаве возъявляется версия Азарова протушек. А, ну так это ж наши партезаны, это ж план первого, это ж мы, блин. Зачем-то на это же рассчитывал и Киев, что руководство страны, военные и спецслужбы поддадутся эмоциям. Но, ожидаемо, Минск мудро не стал играть в чужие игры, а просто и эффектно закончил партию. Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь. Я не настолько глуп и не первый год работаю президентом. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать. Это провокация за расчете на то, что Белоруссия будет вмешиваться, отвечать каким-то военным образом. Для того, чтобы потом сказать, вы посмотрите, на нас навалилось уже не только Россия, но и Белоруссия. Давайте вы, натовцы, поляки, пожимайте прибалты, давайте наваливайтесь на Россию. Но раз так, то в Белоруссии по поручению главнокомандующего идет усиленная отработка тех, кто может рискнуть поиграть в террориста. Да, есть категория лиц, попадающие в отработку сразу. И да, силовой блок будет это делать с проверками, обысками, досмотрами и всем остальным, потому что так надо. Провоцировать будут и дальше. На границе с Украиной, с их стороны, ведь осталась лишь какая-то шпана с пубертатными выходками. Делают они, а стыдно за честь когда-то общего мундира нам. Жаль разве что простых украинцев, из которых все чаще делают террористов по неволе. Игорь Турконтуры. А теперь и о теракте, который его организаторам удался, взрыв северных потоков. В этой истории после расследования американца Сеймура Херша осталось разве что установить имена исполнителей. Ведь заказчики и бенефициары очевидны абсолютно для всех. А на неделе в американской немецкой прессе неожиданно этот взрыв прозвучал вновь. Издания, подконтрольные демократам, попытались замести совсем очевидные следы на дне Северного моря. И волной букв выкатили версию, мол, в деле потоков все еще вилами по воде писано. В смысле трезубцем. По версии этих акул-пера провернули операцию не уникальные спецы ВМС США по секретному распоряжению Байдена. А всего-то великолепная шестерка украинских мужчин, женщин и водолазов по заказу неназванного киевского олигарха. О том, что эта версия не выдерживает критики, как пена на гребнях волн не выдерживает ветра. И о том, как с помощью словесного замка на песке штаты пытаются прятать концы в воду. Наш международный обозреватель Глеб Лавров в рубрике «Антифейк» с возвращением в тему. Иногда они возвращаются, зритель. Бывает даже, что с новыми подробностями. Это я про себя в «Антифейке», но еще и про сам «Антифейк», который на этой неделе не мог не случиться, но это не мы первые начали. А дело все в том, что в последние дни отдельные СМИ коллективного Запада вдруг, как по команде ФАС, захотели, но очень вряд ли что сами, вернуть тебя, зритель, в кристально-мутную тему подрыва северных потоков, взрывной волной откровенных фейков. И только если ты, зритель, провел все последние месяцы на дне морском и там не слышал, что было ранее, только вот тебе напоминаю. А то все остальные ребята уже в курсе из совершенно открытых источников. Итак, в ночь на 8 февраля 22-го президент США пообещал уничтожить две газовые трубы, по которым в Германию должен был идти российский газ. И летом того же 22-го в районе ровненько над потоками американские военные в рамках учений НАТО провели погружение элитной команды подводных подрывников, о чем отрапортовались в профильной прессе, не особо кого-нибудь и стесняетесь. А в ночь на 26 сентября две газовые трубы внезапно бумкнули. И вот с тех самых пор ЕС и прежде всего Франция и ФРГ стали покупать сжиженный газ у американцев в 4 раза дороже внутриамериканской стоимости, потому что ранее под давлением США, но совершенно самостоятельно ввели санкции против России, а другого газа для них на рынке не оказалось. Ах да, отдельные СМИ коллективного Запада уже тогда захотели добавить веселящего газку в эту тему дурными вопросами. А кто это сделал? А особо одаренные даже не спрашивали, но убеждали, что свои трубы Россия рванула сама. Почему? Ну, потому что. Не смущало даже то, что максимально близкий к американским демократам буквально через постель экс-глава МИД Польши поблагодарил штаты за взрыв. Не впечатлило, что позже сущая везде, включая Майдан и секретные биолаборатории Виктория Нуланд, сказала, не скрываясь, «Я и думаю, администрация очень довольна, что Северный поток-2 представляет собой теперь груду металла на дне моря». Ведь тему стали уходить в принципе. Мало ли, чего и где разрушили США в любое время, исходя из собственных коммерческих интересов. Но тут культовый американский журналист-расследователь, который уже долгие десятилетия норовит под выборы, тиснуть сенсацию. Так вот, Сеймур Хёрш возьми, да и опубликуй расследование, в котором с доказательствами на руках подтвердил версию, которую выдвинул твой зритель, непокорный слуга, 2 октября в программе «Контуры на ОНТ». Впрочем, далеко не только я тогда её двигал, такое тоже признавать надо. И я признаю, что, а именно, потоки взорвали американские и норвежские спецы, используя уникальное, доступное только им оборудование по приказу Байдена, чтобы Германия попала в ещё большую зависимость от США. Ну а Штаты на этом ещё и руки смогли бы нагреть на голубом глазу. И уже казалось, хёрш с ними, с потоками. Команда Байдена, он того, гляди, войну с Китаем начнёт, чтобы получить контроль над полупроводниками и чтобы производители. Их, демократов, на следующих выборах спонсировали. В довесок к тому, что производитель оружия уже за демократов, потому что лично сонный Джо обеспечил их на годы вперёд, работой без сна и обеда, в ходе украинской кампании по списанию старых натовских арсеналов. Но вот тут и кроется одно, единственное «но». А именно, вдруг Байден, выбрав США, всё же того, проиграет? Тогда, конечно, в первую очередь слетят марионетки в ЕС. Но союзники американцам были нужны всегда только, чтобы их подставлять. Спросите у правительства Афганистана. Оно вам прямо из-под крыла самолёта расскажет. Но куда хуже для Джо будет то, что республиканцы постараются повесить вообще все издержки на демократов. То есть хорошенько похёршить шансы чужой партии ещё и на следующие выборы тоже. И вот тут на недавней, очень странной встрече Байдена и Шойца, похоже, и было решено найти козла. В смысле отпущения. И в СМИ дружеских с демпартией вдруг оптом, но очень чётко и напрямую была вброшена идея. Потоки взорвали украинцы. Хотя и не могли. Зато понятно почему. Ну, потому что. И если эта идея выгорит, на Киев можно будет списать ещё и эти расходы предвыборной кампании демократической партии США и лично товарища Байдена, если он, конечно, доживёт. Хотя, как показывает история с северными потоками, смерть мозга тех, кто верит в американские версии, никому из европолитиков, особенно в ФРГ и Франции, и, конечно, Англии и Польше, особо пока не мешает функционировать в отведённой им роли. А значит, совершенно не исключено, что следующее возвращение к теме потоков будет ещё более нереалистичным. Однако независимые западные СМИ, как всегда, через наиболее откровенные фейки его реализуют. Ну, а, возможно, я покажу, как это было. Возможно, даже в программе «Антифейк». Тема чудовищной по своим масштабам диверсии на северных потоках и ещё более невероятные информационные пены вокруг этой истории продолжим с бывшим американским морпехом и борцом с коррупцией, а ныне с журналистом Джоном Дуганом. О цене свободы слова в США он знает на собственном горьком опыте. Семь лет назад он был вынужден просить в России политическое убежище. Сейчас Джон подключается к эфиру Контуров. Добрый вечер. Все дороги действительно ведут в Вашингтон? Послушайте, ясно, что есть только одна страна, которая выигрывает и получает от этого выгоду, и это Соединённые Штаты. Конечно, никто в ЕС не выигрывает, потому что это огромный источник дешёвого природного газа, который у них был. Сейчас США поднимают свои цены в пять раз по сравнению с тем, что платит ЕС, и продают природный газ в Европу. А ещё это их способ пытаться дестабилизировать Россию. Таким образом, совершенно ясно, кто является единственным бенефициаром. Джон, у вас тоже есть ощущение, что Европа уже давно стала колонией США. Как Вашингтону удается так манипулировать? Послушайте, Соединённые Штаты лгали о стольких различных конфликтах на протяжении многих лет, чтобы продвигать свои собственные интересы. Они лгали о Ливии, о Вьетнаме, о Сирии, когда применялся отравляющий газ. Они лгали об Ираке. Ложь и дезинформация — это очень эффективно. И это всего лишь один из инструментов, с помощью которого Штаты продвигают свои интересы. Другой инструмент — НАТО. Вообще, НАТО — это бесполезная организация. Она была разработана с одной целью — агрессия по отношению к России. Мы знаем, что Виктория Нуланд сыграла важную роль в дестабилизации Европы и Украины. И в 2014 году они планировали устроить государственный переворот, чтобы создать свое собственное, марионеточное правительство. И вы понимаете, что это было направлено на то, чтобы поставить НАТО прямо на порог России, с чем абсолютно нельзя было мириться. Всем очевидно, кто главный бенефициар войны на Украине, исходя из этого. Когда она может закончиться? Соединенные Штаты поддерживают Украину, поставляют деньги, оружие, большая часть которого все равно воруют. Деньги воруют украинские и американские олигархи. Оружие воруют командиры на поле боя и продают на черном рынке. И мы видим, как оно появляется в странах по всему миру. Но это закончится только тогда, когда Зеленский и его марионеточное правительство уйдут из власти и будет создано новое, должным образом избранное правительство, которое, по крайней мере, будет нейтрально по отношению к России. Ну а замена Байдена может решить проблему? Что думаете? Джо Байден не командует. Да, он лицо администрации, и это позорное лицо. Этот парень совершенно некомпетентен. Но знаешь что? Американское правительство рушится. Это может занять некоторое время. Это может занять 20-30 лет. Рано или поздно это произойдет. Но в краткосрочной перспективе, чтобы война прекратилась, нужно, по крайней мере, чтобы Зеленский и его люди ушли из правительства. Пылающая Грузия. Что думаете по поводу этих новостей? И есть ли их связать с событиями 20-го года в Белоруссии? Это звенья одной цепи? Я вижу, что Грузия становится очередным Майданом. И я не сомневаюсь, что Соединенные Штаты активно работают над дестабилизацией Грузии, чтобы оказать большее давление на Россию. И я уверен, что любая ситуация, которая вызывает беспорядки в этом регионе, на руку Соединенным Штатам. Их цель — сохранить мировое господство. Но это не продлится долго. Вы знаете, Соединенные Штаты допустили несколько серьезных фатальных ошибок. И я уверен, что вскоре американское правительство очень сильно пожалеет о некоторых своих решениях. Ну что ж, спасибо. Это был Джон Дуган, бывший американский офицер, который не мечтает вернуться на родину. На неделе то ли еще раз выяснилось, то ли вновь подтвердилось, что любая страна, даже образцово прозападная, вчера может хоть завтра столкнуться с неправомерным вмешательством Штатов. К примеру, за то, что решилась устроить немного особой американской демократии у себя. Вот в Грузии попытка принять закон об иноагентах, калькированной, к слову, с заокеанского оригинала, обернулась попыткой почти что госпереворота. По патентованным американским методичкам на улице тут же вышла якобы самоорганизованная толпа, которую вели за собой те самые иноагенты. Ну, конечно же, независимые. Причем ни от чего, кроме штатовского финансирования. Желание отбились обеспечить правопорядок в мире вашингтонского порядка, основанного на их правилах, предсказуемо привел уже к угрозам санкций. Ведь, как сказал пресс-секретарь Госдепа, у Вашингтона есть набор инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого, кто подавляет права человека в любой стране мира. Конец. Да, все именно так однозначно. Или подчиняешься добровольно, или у США уже есть способ подчинить себя. И это пресс еще про главный козырь демократии бомбардировки смолчал. Видимо, как-то, к слову, не пришлось. Ну, или ему по рангу не положено. А вот что и кому позволено, и практически вменено в обязанность делать по тем самым демократическим методичкам, и в любой стране, кроме, понятное дело, США. Вот об этом Алексей Кряквин. Коктейли Молотова, палки, сцепки, штурм. На этот раз в Грузии. Из-за чего, казалось бы, закон об иноагентах, который рассматривали в парламенте, должен был защитить суверенную страну от внешнего влияния. Однако это самое влияние настолько велико, что попытка его ослабить едва не обернулась госпереворотом. Ровненько по методичке Шарпа о цветных революциях. Все мы это уже видели. В Грузии в 2003-м так к власти пришел Саакашвили. А антироссийские протесты назывались революцией Рос. Тюльпановая революция в Кыргызстане, дважды майдан или на Украине. Переворот в 2014-м привел к образованию на этой территории так называемой антироссии. Государство, которое Запад использует в качестве источника нестабильности в регионе. И сейчас снова Грузия. А беспорядки 20-го в нашей стране методичка та же. Координация через интернет, светлые лица, протест женщин, идеализация невероятных, которые даже ботинки снимают, прежде чем влезть на скамейку. А на самом деле групповой террор, штурм зданий и сооружений, сочная картинка для западных кураторов и хаос на улицах. Это было, конечно, хорошо организованное мероприятие, если это можно мероприятие назвать со стороны деструктивной оппозиции. Они к этому готовились и, соответственно, подготовили коктейли Молотова, подготовили палки, подготовили камни для погрома. Начинать с массовые беспорядки, которые приведут уже к свержению власти. Так что коктейли Молотова – это один из сегментов, которые использовали якобы мирные протестующие. Заказчики беспорядков с нескрываемой угрозой призвали грузинских силовиков не вмешиваться, когда оголтелая толпа пошла штурмом на парламент. Нед Прайс, представитель Госдепа США, с воодушевлением заявил, мол, грузины имеют право на мирный протест. Вот только критерии мирности у Вашингтона то и дело меняются. Мирно протестовавших и бравших штурмом Капитолий американцев власти США назвали внутренними террористами и впаяли им внушительные сроки. Вот какая она – разная демократия. Для себя и на экспорт. По словам экспертов, Грузию сейчас хотят сделать второй Украиной. Максимально втянув конфликт против России. Для этого будут использованы любые этнические, социальные и территориальные противоречия. Кстати, а при чем тут закон об иноагентах? По большому счету это только повод. Ведь грузинский – это фактически калька с американского, который был принят в США еще в 1938 году. Неужели кто-то верит, что на самом деле грузин беспокоит закон об иноагентах? Ведь этот закон интересует только геополитически те страны, которые не хотят, чтобы он был принят, чтобы их влияние на Грузию ослабло. Только их. И что мы видим? Итог какой? Вот всего этого. Все страны по советскому пространству, кто пустил сюда НКО, все эти пятые колонны, кто разрешил в политике финансирование за рубежа, или закрыл на него глаза, обычно запрещено, но закрыты глаза, фонды Сороса, вся эта гниль, все приведет всегда вот к этому. А следующее, я прогноз для Грузии даю, когда, если они сумеют отстоять сейчас свою страну, они должны беспокоиться о терактах, чтобы у них не происходило. Потому что, когда не получается страну сломать через улицу, следующий шаг – взорвать стабильность. Пока действуют силами улицы. Отгремели беспорядки из-за иноагентов, начались против службы в армии. Затем протестующие стали требовать от правительства вернуть Сухуми, фактически развязав войну против Абхазии. Чем не второй фронт? Эти силы постараются в будущем, обязательно постараются добиться того, чтобы вновь сделать из Грузии антироссию. Обострение ситуации в Грузии выгодно всем тем силам, которые исходят не из настоящих интересов, подлинных интересов грузинского народа, а исходят из своих личных интересов. Это могут быть и западные силы. Они имеют конкретный план, у них есть конкретная цель. И цель состоит в том, чтобы изменить власть в Грузии. На этот раз власти пошли на уступки. Проект закона об иноагентах с повестки дня снят. Разного рода некоммерческие организации продолжат спокойно получать финансирование из-за рубежа. Буквально накануне в Еврокомиссии заявили о выделении более 9 миллионов евро на укрепление потенциала гражданского общества и демократической системы в Грузии. Мол, средства пойдут на поддержку свободных и справедливых выборов в стране. Это значит, что в Брюсселе и Вашингтоне сделают все, чтобы в Грузии пришли к власти исключительно прозападные силы. Любые другие тут же назовут недемократичными, со всеми вытекающими и взрывными последствиями. Алексей Крятвин, Контура. Итак, в Грузии американская методичка сработала, хотя, вероятно, это не предел. Но что же происходит в странах, где за толпой не стоит госдеп? Угрожает ли прайс санкциями Франции, где миллионы активно выступают против пенсионной реформы Макрона? Или что спикер Белого дома говорит о по-настоящему жестком разгоне экологов в Нидерландах? Ничего. А все потому, что это другое. Помните фразу, которую в последние месяцы мы повторяли не раз? Если одни двери закрываются, то где-то готовы распахнуть пошире окно новых возможностей. Одной из таких, через которую просматривается почти полмира, Шанхайская организация сотрудничества. Страны, которые входят в объединение, это около трех миллиардов человек и четверть мирового ВВП. Вполне весомые аргументы, чтобы сказать нам тоже по пути. С 2010-го Беларусь партнер по диалогу в ШОС. Последние восемь лет наблюдатели. Вот на сентябрьском саммите в Узбекистане сделан очередной шаг. В Самаканде Минск получил единогласную поддержку в стремлении стать полноправным членом шанхайской семьи и намерен уже к июньскому саммиту в Дели завершить все процедуры для вступления. Белорусский вес в организации нынешней, разумеется, будущей, на неделе обсудили на встрече Александра Лукашенко с генеральным секретарем ШОС. Мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня месяца, до того момента, как в Дели мы снова встретимся. Наши цели вы знаете, наши возможности также известны всем членам ШОС. Я единственное хотел бы спросить у вас, есть ли у вас какие-либо настороженности или вопросы к Беларуси вот в процессе нашего юридического вступления в организацию. Генсек ШОС, в свою очередь, отметил встречу с Александром Лукашенко накануне саммита в Самарканде вылилась в конструктивный диалог. Вклад, который на протяжении многих лет белорусская страна внесла в организацию, признан всеми государственными членами, и они его очень ценят. Все члены организации при координирующей роли секретариата справились с обращением Беларуси за два с половиной месяца, и на саммите в Самарканде было принято решение о начале процедуры присоединения. Это беспрецедентно по скорости принятия решения. Это говорит о взаимном доверии между государственными членами ШОС и о том, что все не очень ценят, что белорусская страна разделяет ценности и принципы ШОС, и на протяжении многих лет в качестве наблюдателя играла очень важную роль в сотрудничестве с Шанхайской организацией сотрудничества. Пока на наших глазах карту планеты краят по новым лекалам, Шанхайская организация сотрудничества видится как одна из опор многополярного мира. Именно поэтому для Минска важно стать ее полноправным членом. Если есть коллективный Запад, может ли на роль коллективного Востока претендовать ШОС? Вопрос адресую политологу-международнику Федору Лукьянову. Он подключается к эфиру Контуров. Добрый вечер. Конечно, Беларусь – это страна, скажем так, калибра несколько иного, чем даже самая Индия или Пакистан, или даже Узбекистан, очень крупное населенное государство. Но смысл и преимущество ШОС заключается в том, что малые и средние страны могут играть максимально полезную роль по той причине, что у них нет тех естественных противоречий, которые есть у крупных стран. Даже у России и Китая, даже у России и Индии, Китая и Индии, тем более. Большая страна – это большая страна. Это великая держава, у которой свой интерес, которые никогда не могут полностью совпадать с другими, даже дружественными. Так вот, государства, такие как стран Центральной Азии, как Беларусь, как ряд других стран, присоединяющихся к ШОС и относящихся к более скромному калибру, они как раз позволяют эти трения и противоречия микшировать, смягчать и находить другие варианты. Что же касается, чем это полезно, собственно, вступающим, понятно, что это подключение к гигантской инфраструктуре, которое, в принципе, могло бы происходить и другим путям. Понятно, что ШОС – это не панацея. Но в то же время вот эта постепенная выработка неких новых систем, которые в перспективе будут все более и более скоординированно работать, мне кажется, что это уже та тенденция, которая никуда не денется. Чем бы не закончились те кризисные события, которые мы сейчас наблюдаем. Не могу не вернуться к одной из тем этих контуров. Новая порция информационной пены вокруг взорванных северных потоков. Есть ли ложка правды в этой бочке лжи? По этим всем публикациям, которые идут, такое впечатление, что подплыл водолаз, прилепил там гранату и все. Это диверсионная акция гениального масштаба. То есть, ну, действительно, если считать, что Украина на это способна, то это ого-го, какое государство. Но, скорее всего, все-таки не обошлось без других помощников. Я думаю, что это сейчас будут вот таким образом размазывать по любым версиям. Ведь уже, значит, вот одно, другое, третье выдали, теперь можно вести бесконечную полемику. Неужели это Украина? Да нет, да ладно, ну что, не может быть. А вдруг все-таки? Ну и так далее. Так что, правды мы не узнаем никогда, никакого расследования, если даже его проводят, нам не сообщат. Даже если его сообщат, вот это вот самый главный, пожалуй, феномен современности, но сообщат официально вот каким-либо. Значит, кто-то скажет, вот видите, значит, оно так и есть. Другие скажут, да ладно, врете вы все. И все. Когда тот же самый Сэм Махерш в 60-е, 70-е, 2000-е годы публиковал свои разоблачения про Вьетнам, про Ирак, там еще какие-то, к ним по-разному относились, их опровергали, с ними спорили, но это было событие. Это событие, которое подхватывали все сенсации, и в итоге, в целом ряде случаев, он оказывался прав. Сейчас? Да ладно, господи, мало ли. И все. Вот так вот теперь. Спасибо, это был политолог-международник Федор Лукьянов. Как не упустить свое окно возможности, в минувшую пятницу говорили в Доме правительства. Здесь под руководством президента прошел Большой Совет Министров. Подвозили итоги 22-го. Минувший год, вне всяких сомнений, был серьезным испытанием на прочность, но этот тест пройден. Под обстрелом рестрикции отечественная экономика, да, вышла из зоны комфорта, но и это в плюс. Многие предприятия за санкционной пеленой рассмотрели новые горизонты возможностей. И таких примеров уже немало. Экспортные реки, конечно, изменили русло, но уж точно не пересохли. И вот на этой основе двигаемся дальше. На 23-й задача не просто восстановить ВВП, но и перейти к росту. Готовили экономика к взлету. Репортаж Натальи Тарасюк. Ситуация не драматична, но все, что не добрали в прошлом году, мы должны дополнить в этом. Его ждали и боялись одновременно. Большого совета министров под руководством президента, где должны были отчитаться за 22-й год. Когда под удар попали ключевые экспортные отрасли, банки, транспортные коридоры, рынки сбыта. И когда даже у людей в правительстве из-за санкционного давления повышалось артериальное. Александр Лукашенко спокойно сказал, что санкции – это время возможностей. Все зиждется на экономике. Будет экономика – все остальное мы решим. Получили колоссальный опыт развития даже в таких беспрецедентных условиях. Поэтому можно с уверенностью говорить, что экзамен на экономическую устойчивость мы в целом выдержали. Правительство ждало инфляцию к концу года под 19%. Но вопрос с ценами и ценниками президент поставил ребром на отдельном совещании. Оказалось, что резервы для снижения могут найти и производители, и поставщики, и ритейлеры. Инфляция по итогам года составила 12,8%. Цены должны быть справедливыми. При этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Все, что мы не потребляем, пожалуйста, на экспорт. Там зарабатывайте. Каждую минуту, помните, все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения беларуси должны быть выполнены безоговорочно. Это социальный контракт власти с народом. А что сами санкционеры? К постпандемийной инфляции стали прибавлять санкционную пакет за пакетом. Итог плачевный. Во многих странах Запада потребительские цены, в первую очередь на продовольствие, топливо выросли такими темпами, каких не бывало десятилетиями. В Испании мартовская инфляция 22-го стала рекордной за 37 лет. В Швеции рост цен на продукты питания тоже обновил максимум. Так дорого не было с 91-го. Продукты питания подорожали почти на 18%. В Германии еще больше – свыше 20%. В аутсайдерах и Прибалтика потребительские цены в Латвии выросли больше, чем на 20%. Инфляция в Литве почти 19%. Не очень дела в Польше, инфляция ускоряется и превышает 17%. Во Франции фиксировали рекордную инфляцию с 85-го года, в Великобритании – с 82-го. Так что социальный взрыв, на который так рассчитывал Запад, случился не в Белоруссии, а в самой Европе. У нас почти нет денег, чтобы жить. Мы не можем смириться с тем, что в 23-м году будут люди, которые ищут еду в мусорных баках. Люди, у которых проблемы с жильем. Да и мусор во Франции бывает, что и убрать некому. Из-за протестов в Париже чувствовалось не только напряжение, но и амбре. Нынешний образ жизни французов наглядно демонстрирует карикатура. Все понятно без перевода. Мы отказываемся быть бедными, и мы собираемся победить для нашего народа на наших условиях. Недопустимо, чтобы медсестры ходили в продовольственные банки, чтобы прокормить свои семьи. Бастуют все и в Великобритании. Это худший период волнения среди рабочих с 80-х годов. Мало того, что и так жить дорого, так еще опять стали пропадать овощи и фрукты. Вот такие пустые полки встречали покупателей в магазинах. В одни руки стали давать максимум 2-3 томата, огурца и стручков перца. Нехватка помидоров в Великобритании – это всего лишь вкус того, что грядет. Огромный дефицит салата подчеркивает проблему, стоящую перед многими странами мира – продовольственную безопасность. Британские ритейлеры объяснили пустые полки плохой погодой в Африке и Европе. Обычно на Западе еще списывают высокие цены и дефицит на войну за энергонезависимость от России. Но тут, как говорится, ввели санкции – пожинайте плоды. То есть не пожинайте. Беларусь в 22-м году получила отличный урожай, заработала на продовольствии. Нужно выводить аграрный сектор на новый уровень, уверен президент. Условия благоприятные. Урожайность хорошая, обеспеченность кормами, пусть и на 100%, но повысили. Хотя, как мне докладывают, половина районов страны пока не в состоянии остановить сокращение поголовья скота. Доклад комитета госконтроля на Совете министров, пожалуй, для многих участников – самая волнительная часть заседания. О минусах говорят открыто. В 22-м году госконтроль разоблачил десятки липовых мясокомбинатов. Результат – сырье ушло не за границу, а на загрузку госпредприятий. Видят контролеры серьезные резервы в более глубокой переработке этого сырья, а еще в экономии средств. Нерочительные организации должны нести ответственность. Соберите все силы в кулак, наведите железную производственную дисциплину. Здесь все зависит только от дисциплины. Каждый год комитет госконтроля пишет и про проблему со стабилизационными фондами. Плохие условия хранения, низкое качество продукции, нет выборки. Я попрошу по окончанию вот этого зимнего периода до нового урожая доложить мне, как сработало правительство и губернаторы в этом плане. Спрос будет серьезный. Каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко. Сурово, но оправдано. А как иначе Александр Лукашенко всегда за то, чтобы не искать оправданий. Ни в санкциях, ни в плохой погоде. Резервы для роста нужно видеть в себе и в своих решениях и грамотно подходить к финансам. Надо экономить деньги. Понимаете, вот я не первый год работаю, и у меня уже в этом плане интуиция и чутье звериное. Нельзя успокаиваться. Я вас просил, вы мне дайте экономику. Все остальное я вас привлекать не буду. Президент часто напоминает правительству. Ключевые условия для работы экономики – его задача. И стоит признать пример успешной личной коммуникации. Будь то цены на энергоносители или запуск биотехнологической корпорации, когда по указанию Си Дзимпина снимают гриф секретно с документов для запуска производства в Беларуси. Важно оставаться открытыми для всех, с кем совпадают бизнес-интересы. Беларусь – открытый, честный, миролюбивый партнер. Серьезные бизнесмены, в отличие от многих западных, политику умны и прагматичны. Надо неформально Министерству иностранных дел подходить к решению вопросов в данной ситуации. Где-то один ручеек, который вы восстановите или установите, вылится в итоге в огромную репу. Не стоит ограничиваться откровенно враждебными нам США и Европой. Хотя и эти рынки сбрасывать ни в коем случае нельзя со счетов. Африка, Латинская Америка, Азия – наши торговые интересы, наш новый потенциал там. И его нужно развивать. Нетворкинг в помощь – таков совет правительству от президента. Личная харизма, дипломатия и уважительные отношения – это работает. На благо экономическим интересам всей страны. С момента нашей первой встречи с Александром Лукашенко у нас выработалась какая-то химия. И мы поняли, что одинаково смотрим на вещи, на развитие наших стран. С тех времен мы дружим и вместе работаем на благо наших народов. А теперь почувствуйте разницу. Фиаско по-французски. И так завершился визит Макрона в Конго. Африка проснулась, как говорил наш президент, и не промолчала. Европа должна изменить свой взгляд на нас. Вы должны нас уважать. Считать нас настоящими партнерами, а не смотреть вечно патерналистским взглядом, словно вы всегда знаете, что лучше для нас. Сейчас Европа явно не понимает, что лучше для нее самой. Зато США точно знают, что будет хуже. И как это сделать, навязав старушке санкционную игру против своих же стран на том же континенте. Беларусь в 22-м не удалось ломить политический и экономический план действий от президента на текущий год такой. Не почивать на лаврах, а занимать новые рынки, больше поставлять продукции, развивать перевозки там, где рационально делать свое, обретать импортонезависимость и продолжать наращивать толстую антисанкционную кожу. Наталья Тарасюк, Илья Валюк, Контуры. На низком старте на Белорусской атомной станции готовится к большой премьере. Второй энергоблок в ближайшие недели начнут подключать к сети, а на осень запланирован полный ввод в эксплуатацию. Тем самым наша страна поднимется еще на одну ступень в обеспечении энергетической независимости, прочно закрепившись в мировом клубе ядерных держав. Собственно, АЭС-проект не из дешевых. На его реализацию мы привлекли 10 миллиардов долларов российского кредита. Но это стоит того. За недолгое время работы первого реактора заместили 3 миллиарда кубометров газа и сэкономили для страны почти полмиллиарда долларов. Дальше больше. Но есть позиция, которая в этом контексте важнее денег. Безопасность. И Беларусь уделяет особое внимание по понятным причинам. Вспомните историю с упавшим во время транспортировки корпусом реактора. Тогда Минск потребовал от Росатома замены конструкции, что и было сделано. Итак, безопасность – тема номер один. Все остальное подождет. Мы ничего не скрывали и скрывать не намерены, что были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Но это еще затягивание сроку связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. Лучше на полгода, на год позже, чем где-то чего-то недоработать. Мировая реальность такова. На коне сегодня тот, у кого собственная энергия. Нынешние энергетические кризисы в Европе, как следствие их же санкционной политики, на многих подействовал отрезвляюще, в том числе и на тех, кто в ЕС так ратовал за альтернативную энергетику. Варшава и Вильнюс – те самые, кто еще несколько лет назад кричал громче всех о якобы небезопасности Белорусской АЭС и о том, что ее нужно немедленно закрыть. Даже несмотря на позитивные оценки МАГАТЭ, сегодня говорят о строительстве собственных реакторов. Хочу напомнить, какое было противостояние строительству этой станции. Особенно в 2020 году, во время предвыборной кампании. Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию. Хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты, прежде всего. К сожалению, ближайшие наши соседи – Польша и Литва. И что сегодня? Польша запланировала строительство двух атомных станций, а может быть и трех. Литва также заявляет о строительстве своей атомной станции. А теперь прикиньте, если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию. Или они пришли к власти, прикрыли эту атомную станцию, куда тогда было уже уложено около 5 миллиардов долларов. Вот их лицо. Как устроена белорусская атомная, с чего все начиналось и почему именно Островец стал площадкой для строительства АЭС. Это, а еще то, что до сих пор никогда не снимала телекамера. В фильме моего коллеги Анатолия Занковича «Ядро по имени Солнца». Он выйдет в эфир в следующее воскресенье. Сразу после контуров не пропустите. Вдумайтесь, изначально было предложено 74 точки для того, чтобы разместить такой объект. В чистом поле. Здесь все пришлось делать впервые. Нет, никаких сомнений не было. Представители МАГАТЭ говорили, что это, конечно, вызов для страны. У всех нас есть семьи. Дети, жены, родственники, родители. Только безопасность, только безопасность. Безопасности много не бывает. То есть это процесс непрерывный. Все урановые таблетки помещают вот в такие цирковные трубки. Их называют тепловыделяющим элементом. Это как сердце, наверное, у человека. Станция – это жизнь, это свет, это тепло. Вот я вам всю историю рассказал. Под занавес этой мартовской недели Беларусь вновь накрыла снежным одеялом, но весеннего настроения уже не отменить. Этот он задал праздник 8 марта. Яркие букеты из тюльпанов и мимоз и миллион женских улыбок. То, ради чего нам, мужчинам, стоило постараться. Прекрасная, но не половина. Вопреки привычной фразе, в Беларуси женщин больше, чем мужчин. По последней переписи около пяти миллионов. Успешная карьера или любимая семья для многих белорусок – это уже не дилемма. А прекрасная дама порой поспевает всюду. Самых заслуженных накануне праздника пригласили во Дворец независимости. По многолетней традиции в этот день Александр Лукашенко вручил генеральские погоны самым мужественным воинам и государственные награды женщинам. Почему в нашем обществе особым уважением пользуются женщины, которые выбрали для себя нелегкую стезию материнства? Потому что это высшее предназначение и смысл жизни. Утверждение незыблемых человеческих ценностей всего сущего на этой земле – это основа. Ведь именно на бескорыстной материнской любви, в больших женских сердцах, их неиссякаемой энергии, все и держится на нашей планете. Низкий поклон вам за ваш материнский подвиг. Мамы и дочери, коллеги и просто знакомые. Поздравления в адрес белорусок звучали во всех уголках страны. Накануне праздника на рабочих местах не изменили многолетней традиции сотрудники госэфтоинспекции, а также спасатели. Впрочем, у каждого мужчины в этот день была возможность блеснуть креативом и найти ключ к весеннему сердцу своей дамы. 8 марта разделила рабочую неделю на две половины. И этот праздничный экватор, благодаря им, оказался по-настоящему ярким, громким и зажигательным. А еще это было триумфальное возвращение. Проект «Песня года», традиция, которую возродили спустя три года, чтобы вновь порадовать белорусов. Над созданием концерта премии трудились настоящие профессионалы, большая команда ОНТ. Многие секреты, конечно, остались за кадром. И все ради того, чтобы совсем скоро наши зрители увидели то, что на телевизионном сленге называется «звенящая картинка». Телеверсию мы покажем 18 марта, не пропустите. Но куда важнее то, что «Песня года» стала настоящей взлетной полосой для тех, кто делает первые, но вполне уверенные шаги в большом и профессиональном шоу-бизнесе. Их услышали, их отметили, их оценили. И это именно те исполнители, которые в ближайшее время будут задавать тренды в теле- и радиоэфире. Вокально-инструментальный репортаж Анны Волковец. Если одной фразой, то... Мы все долго ждали. Супер-ожидаемое событие. Это какое-то чудо. Это настоящее шоу, будет смотреть вся страна. Чего еще желать? Яркие, талантливые, вдохновленные и, главное, белорусские. О том, что произошло на сцене Дворца спорта 8 марта, уже говорят как о явлении. В прошлый раз музыкальные итоги года страны подводили в 2020-м. И держать эту энергию на паузе стало невозможным. Белорусская песня живет, она нужна, она хорошая. Ее знают за границей, не только в нашей республике. И я хотел бы, чтобы такие мероприятия проходили как можно чаще. И наш белорусский зритель любил нашу белорусскую песню. Чтобы полюбить свое, надо хотя бы один раз послушать. И телеканал ОНТ устроил уникальное событие, собрав всех, кто набирает миллионы просмотров своим творчеством в социальных сетях, а еще смело и дерзко заявляет о себе самыми модными музыкальными трендами. Я буду петь свою хип-хоп-рэп-песню. Впервые, наверное, у нас на песне года будет такой номер, как у меня. Буду единственная такая молодая ренби-хип-хоп-исполнительница у нас сегодня. Песня года, конечно, порадовала и парадом звезд узнаваемых и давно любимых, но в этом году превратилась в площадку для экспериментов и настоящего праздника талантов с пометкой «Сделано в Беларуси». И после того, что их творчество сотворило с трехтысячным залом Дворца спорта, едва ли захочется проронить скептическое, кто эти люди. Хотя организаторы опередили и в этом вопросе, пригласив в проект наших звезд юмора, чемпионы Высшей Лиги Международного Союза КВН. Команда «Доктор Хаус» не стеснялась в острых комментариях, объявив себя некомпетентным жюри и устроив модную прожарку. На самом деле Герман очень скромный человек, он просил не упоминать, что он вырос и родился в Кобрине. А, да, ну ничего страшного, в Кобрине тоже просили не напоминать, что ты там родился и вырос. Три часа качественной музыки, а каждое выступление – отдельное шоу со своей драматургией. Каким бы ни был музыкальный вкус, что-то в ритме своего сердца на песне «Года Беларуси» точно услышит каждый. Впечатление очень огромное. Артисты все молодцы, очень нравится молодежь, которая выступает. Мы знаем, что многие из них принимали в конкурсе «Звездный путь». Они талантливые. Также нам очень интересно было увидеть и наших исполнителей, тех, которые мы уже давно знаем, как и Ирина Дорофеева. Свои чувства к событию, по которому так творчески скучали артисты заслуженно, любимые страной, выражали новыми образами, смелыми текстами и будто разговорами по душам. Белорусская музыка есть. Она живая, фирменная, добрая. И этот список сможет продолжить каждый, кто в следующую субботу вечером включит телеканал ОНТ и почувствует ритм грандиозного события под гордым названием «Песня года Беларуи». Таковы контуры уходящей недели. Пусть следующая будет обязательно лучше. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok